Когда я была на своем концерте, как раз я тогда выступала, мне казалось, что это было немножко побольше, немножко подлиннее. То есть, мне кажется, немножко зрители не успели прочувствовать ситуацию. Очень понравилось, наверное, скорее всего, это был оригинальный жанр, очень понравились вот эти фигуры, которые были на сцене, то есть они очень завораживали. Еще хотелось бы, наверное, похвалить танцоров, поскольку я считаю, что очень грамотно была подобрана музыка, интересная была достаточно задумка, достаточно интересный номер, я считаю. Цель фестиваля «Первокурсник» — это позволить вновь поступившим к нам первокурсникам максимально раскрыться, показать все свои таланты, предоставить им возможность познакомиться с этой сценой, понять, интересно ли им в будущем, заниматься творчеством. Основное условие этого фестиваля — то, что на сцене у нас присутствуют только первокурсники. Возможно, в подготовке помогает актив, который состоит из старших фестивалей, но когда мы выступаем, в концерте принимают участие только первокурсники. Мы хотим по максимуму познакомиться с этими талантами, которые к нам поступили, потому что весне у нас принимают участие не только студенты, но и выпускники, аспиранты, возможно, сотрудники. Соответственно, при таком количестве народа конкурс на место на этой сцене достаточно высок, поэтому мы сделаем специальный фестиваль. У нас получается два больших праздника. Это фестиваль «Первокурсник» отдельный, где мы видим только первокурсников, 30-40 человек примерно с каждого факультета. Мы можем оценить их потенциал, возможно, выбрать их для дальнейшего участия в каких-то проектах, которые не связаны с фестивалем университета. Так, марафон студенческий, какие-то выезды, там, сиротическая студенческая весна, дальше с ними подложить работать. Ну и, соответственно, и сами активы, старшие курсы могут посмотреть и оценить потенциал своих новичков. Какие будут эти первокурсники, я не знаю, все очень индивидуально от года к году, от факультета к факультету. Где-то 10 человек, где-то не одного. Так тоже бывает. Во-первых, помимо того, что есть судьи, а их пятеро, и у каждого свое чувство юмора, команда подобрана таким образом, что они разные. Именно для этого. Каждый проставляет оценки индивидуально в свой лист, и только потом уже, даже мы этого друг от друга не знаем, что мы там ставим, это сводится независимо от нас. То есть чистота оценки вот уже на этом уровне идет. Плюс еще реакция зала. Когда зал грустит и ждет, пока номер закончится, о чем тут еще можно говорить? Если мы берем, например, оригинальный жанр, ну вы знаете, как это происходит, это бывает очень, скажем так, широкая колея, но, как правило, это достаточно большое количество людей. Частота начинается от музыки, от включения-выключения света, от перестановок, от вообще темпа работы людей, от их включенности. То есть даже это понятие включает в себя очень много маленьких еще понятий. Можно взять серьезную тему и добить зрителя, довести его до иступления, до слез. А можно взять что-нибудь простое и не развеселить, скажем так, простое и веселое. Дело в том, как это сделано, в основном в этом, потому что дело не в теме. Тема может быть любая, может быть легкая, может быть очень серьезная. Дело в воплощении. Когда я ходил на студенческие старты, нам рассказывали про актив. Говорили, как это здорово и как можно реализовать себя. Я пошел на несколько направлений, в числе которых был текст. В тексте я показал себя и, собственно, меня выбрали одним из главных... Главным актером, собственно, главным героем нынешнего выступления. Я играю обычного взрослого человека, среднестатистического, у которого непростая жизненная ситуация. У него были проблемы с родителями, в ходе которых он уехал. Но спустя некоторое время решил вернуться к себе домой. И вокруг этого разворачиваются действия. Репетировали мы довольно долго, около месяца. И я думаю, мы готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова